Бессмертный полк, пожалуй, самая трогательная акция в стране. В день Великой Победы родственники участников Великой Отечественной войны несут портреты тысяч настоящих героев, как напоминание о бессмертном подвиге советского народа. С каждым годом полк растет. Растет и количество желающих распечатать фотографии своих предков и пройти с ними в специальной парадной колонне. Но не все забирают портреты из типографии. Что происходит порой с нашей памятью, разбирались наши корреспонденты. Гаврилов Иван Гаврилович, Розаев Сергей Михайлович, Степанова Анна Тимофеевна. Все эти настоящие герои могли стать участниками бессмертного полка, но так и не стали. Более того, и плакаты, и даже оригиналы снимков просто остались лежать в типографии. Что же произошло? Почему самые ценные реликвии, или можно даже сказать, сама память, остались невостребованы? Почти в каждой семье хранятся старые, мутноватые фото людей, ушедших на фронт, вернувшихся или нет. Мы, вероятно, последнее поколение, которое о Великой войне узнавало из первых уст. Поэтому сегодня мы можем сделать для каждого из них очень важное и единственно верное. Сохранить память об их подвиге в поколениях. Бессмертный полк – это память поколений. Личная история каждой семьи. Глядя на марш бессмертного полка, кажется, что давно ушедшие герои тех роковых сороковых плечом к плечу идут вместе с детьми, внуками и правнуками, празднуя ту самую победу, одну за всех, за которую заплатили жизнью. И как так вышло, что портреты именно этих людей оказались забыты наследниками их памяти? Распечатали где-то порядка четырех тысяч вот этих портретов. И, к сожалению, вот каждый день мы проходим вдоль вот этой пачки портретов, которые не забрали. И здесь вот вы сами видите, что это не меньше сотни. И нам непонятно, то есть мы не то, что там как-то осуждаем этих людей, хотя, конечно, наверное, осуждаем, да. Непонятно, они стояли в очереди. Вот у нас каждый день были очереди там по 120 человек, да. Люди тратили свое время, сюда приезжали. И потом не взяли. Были те, которые приходили после 9 мая, после того, как прошла уже эта акция. Они извинялись, говорили, кто-то заболел, кто-то там куда-то уехал. Кто-то пришел в субботу, мы не работали. Ну, понятно. Ну, вот такое огромное количество. И самое главное, что не только портреты не забраны, а есть фотографии, которые не забрали. Фотографии военных лет, да, память, какой-то архив семьи. Оказывается, что это никому не нужно. Почему же все-таки остались брошенные оригиналы фотографий и распечатанные портреты, неизвестно. Но все они по-прежнему ждут своих владельцев в типографии листок. Желающие забрать бесценные фотографии могут прийти по адресу город Чебоксары, улица Ленинградская, 28. И на следующий год ряды бессмертного полка, возможно, пополнятся портретами именно этих героев. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.